Сейчас мы хотим перейти к следующей части. Как я уже сказал, веселого праздника всем, кто немного обознал. Мы уже в начале Песока. И праздник освобождения написано в Агаде. Это, в сущности, то, что написано в Торе. Это не рукой посланника и не рукой ангела, но сам Бог. Он вывел народ израильский из Египта. Конечно, Моше, Аарон, Мирьям, они все участвовали и много прилагали сил. Но Бог сделал что-то специфическое для нашего народа. И я хочу сказать, не просто так говорят, что каждый человек в своем роде должен выйти из рабства из Египта. Каждый человек должен выйти из рабства из Египта. Потому что, естественным образом, грех пласрует над миром. Если ты приближаешься к Богу, он выводит тебя из греха, из рабства, из Египта. Теперь мы хотим читать несколько стихов. Для Захар. И цият Митраем. Это из Сфер Шимот. Напоминание, выход из Египта из Египта. Мы сегодня не выносим Сфер Шимот. Мы сегодня не выносим Сфер Шимот. Это Сфер Шимот. Потому что наш Сфер Шимот перейдет на другую месту. Но мы сделаем Браку. Мы сделаем Браку. Мы сделаем Браку. Да, да. Мы сделаем несколько Браку. Несколько Браку. Давайте все встанем. Давайте все встанем. Браку. 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 Мепарк 12, смеха, в сфер «Шимот». Снеги сходу. Вьем Иердонай, иль Мошеба, иль Аерон, в Ерць Мицраин леймор, Ходишь этот день для вас, рожь и худешин, Ришун он для вас, для ходши и шанна. Иердонай, иль Момозг, иль Асад на朝 좋은 день для вас, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Потому что Боже говорит, что Петраль, он будет первым. Это ответ. Есть такое высказывание. Это высказывание очень четко звучит только в Новом Завете. Но даже в Турее есть такое выражение. Вы помните, Иешуа сказал очень четко. Он сказал, как вы отмеряете другим людям, так будет отмеряной вам. И это именно то, что произошло. Из-за того, что Египеттии убили перлицов Израиля. Бог наказал перлицов Египта. И мы можем вынести из этого вообще необычного. Что все в этом мире уравновешено. И очень важно, чтобы мы правильно относились к другим людям. Тогда Бог точно таким же образом Боже ослабляет и нас. Вы помните это? Очень важно. Вера в Иешуа не отменяет от нас необходимости правильно относиться к другим людям. Он может просить нам все. Но Он усиливает в нас желание и мотивацию делать все правильно. Сейчас я хочу немного поговорить о сухе. Я немного дам вам историческую информацию. Затем мы закончим с вечерей Господней. И стол уже здесь стоит. И, пожалуйста, во время проповеди просто приготовьтесь сами свое сердце, чтобы потом поучаствовать. Вся история Израиля полна того, что Израиль соблюдал Песох. Потому что Бог сказал, из поколения в поколение в поколение. Конечно, несколько раз мы читаем, что народ забывал это. Но после того, как Изра и Немия восстановили храм, каждый год народ праздывал Песох. И они очень важно понять, что ежуи были в шелхане с Иешуа. В них это не было делать что-то новое. Это было сделать что-то новое. Это было сделать что-то новое. И это очень важно понимать правильно то, что когда евреи сидели вместе с Иешуа за столом и совершали Пасхальный Седор, это не было что-то для них необычное, что-то новое. Это было то, что, разумеется, то, что делалось из года тот. Мы, после того, как Иешуа воскрес измертвых, что многие языки после того, как Иешуа воскрес измертвых присоединились к вере. И они сохраняли те же самые повеления, и это историческая информация, точно так же, как Иешуа заповедал. Потому что они чувствовали, что, несмотря на то, что они не евреи, они все равно присоединены к тому же самому наследию из-за Иешуа, так, как он сделал из-за того, что он совершил... А Харков, это было в начале Второго века, примерно в 120-м году, было восстание Бар-Ковбы. Это историческая информация. Это было серьезное восстание против римлян. С большим успехом. И, в сущности, для того, чтобы победить евреев в силу еврейского восстания, пришел сам Кесарь со своим войском. И им удалось. И они начали преследование всех евреев во всей Римской империи. И вместе с евреями они преследовали и христиан. Потому что для них было четко понятно, что христиане это те, которые исповедуют то же учение, которое исповедуют принявшие Иешуа как мессия, евреи. И в то время епископ один в Риме, которого называли... Мертир. Мертир. Он не был евреем. Он сделал политические решения. Он пришел к Кесарю. И сказал, почему вы преследуете нас, христиане, мы не евреи. Он сказал, что мы как мухам, как ромам, только если мы не делаем аплодис. Это написано в исторических книгах, что он сказал, что мы такие же, как и вы, как и римляне. Единственное, что мы не делаем аборты. И с того времени это можно видеть по историческим данным, разделение с еврейскими корнями. Епископ Мартир сказал это примерно в 165 году, после начала... Но несмотря на это... ...все еще... ...надо... ...смору хаги Исраэль. Несмотря на это, большинство верующих, даже из язычников, продолжали соблюдать еврейские праздники. Потом пришел Константин. И он сказал, что мы не нуждаемся в евреях. Но в то время... ...надо... 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 ...погим яхудинам. Христиане сохраняли, соблюдали еврейские праздники. И еще один... ...был один человек... ...звали его Мелитом. Он был бишоп шел Сардис. Он был сардисским евистом. Кто читал Откровение Иоанн? Кто читал Откровение Иоанн? А там, вы помните, там есть 7 церквей. И одна из них проходила в Сардисе. Аз бишоп шел Сардис... ...сардисский епископ... ...корим ло Мелитом. ...звали его Мелитом. ...катав, בעצם, Агада Решона. ...написал первую Агаду. ...вы он ката... ...אתם, Гоим, צריכим לשмор... ...אתם, Гоим, צריכим לשмор... ...от Цедр Песех, ай-я-ю-ди. Он чётко написал, вы, язычники, должны чётко следовать и соблюдать еврейскую Агаду. ...катав... ...корим это... ...сипор азе... ...Пери Пасха. Их шар ликро альзе ба Интернет. ...и можно эту... ...эту историю прочитать в Интернете. ...вы шем шо ласипур Пери Пасха. ...вы можете набиться в Интернете поиск Пери Пасха... ...и вы прочитаете эту историю. ...потому что написано в первом послании Коринфянам. ...во я хочу прочитать этот стих. ...баперек... ...хамеш... ...в пятой главе... ...катав... ...катав... ...написано... ...они храба... ...синим, да... ...они коре дзе ба... ...барусит, ба бакаша... ...мишат... ...тих таклю дзе... ...решанай ла Коринфянам... ...перек камеш... ...перек камеш... ...первая Коринфянам, пятую главу... ...вы они коре псуким шева вешмоне... ...я буду читать седьмой и восьмой стих... ...проследите в своих библиях... ...и так очистите... ...старую закваску... ...чтобы вам быть новым тестом... ...так как вы бесквасны... ...и вам ашех... ...песах ваш... ...закван за вас... ...посему... ...станем праздновать... ...не с закваской порока и лукавства... ...но с опреслёками чистоты и истины... ...эти слова говорят... ...что это не только было... ...предложение апостола Павла... ...может быть... ...действительно... ...делайте... ...песах... ...и Мелитон написал первую Агаду... ...и он вообще был просто христианином... ...и в это время также неевреи... ...и начали писать Агаду... ...и как Сипур Азе... ...ба... ...мутпас... ...адьямейну... ...и так эта история... ...просуществовала до сегодняшнего дня... ...читать Агаду... ...весню... ...весню... ...вспоминать всю историю... ...и укреплять свою веру... ...послушайте внимательно... ...это не только еврейская традиция... ...а традиция... ...это традиция... ...которая пришла... ...по инициативе христиан... ...акшавзе меот меот меот... ...мешураж... ...бекона традиция... ...это очень-очень укоренено... ...в традиции еврейской... ...Тома, я забыл благословить детей, да? ...мы сделаем это потом, ладно? ...мы позолем вас... ...коля еладим... ...атем меморахим... ...все дети, вы благословлены... ...мы забыли благословить детей... ...вы... ...вы...как... ...итхило... ...лешмор... ...седар Песах... ...и так начали его соблюдать... ...мне одеварим меот хашовим... ...шекатув в Агаде... ...зе эмар... ...море шел Рав Шаул... ...это сказал... ...учитель апостола Павла... ...хот его с вами... ...эх... ...как... ...атем лё каратим... ...это брита хадаша... ...громче сказали... ...гамлеэл! ...катуф, катув, аль зе ба... ...ба...масэ я шелихим... ...написано это послание апостолам... ...шелих шаул... Апостол Плайл пишет, что я учился у ног Гамриила. Он пишет высказывание, которое потом цитируется в Гаде. Я даю вам эту академическую информацию. Перед духовными вещами. Потому что если мы обладаем информацией и знанием, то мы сильны. Иначе мы как весь другой народ. И поэтому очень важно читать Священные Писания. Это написано на Священных Писаниях, если ты хочешь быть успешным на земле. Кто хочет быть успешным на земле? Все хотят быть успешным. Но все хотят. Мы будем читать разные выдуманные рассказы, которые мы покупаем в книжных магазинах. Но в Священном Писании она написана только тогда, когда вы читаете Священное Писание. Потому что только тогда, когда смысл Священных Писаний входит в нас, в наше сердце, тогда он делает нас мудрее. Иначе мы только жалуемся и все списываем на случайности. Все остается так, как и Высоцкий пел в одной песне. Как и Высоцкий пел в одной песне? Про Баобаб. Кто помнит? Кто про Баобаб, кто останется? Тысячу лет, пока помрешь. Зешир мед... Что им это лед икра кам. Абалтамщих лерцот льет хохам, аст и ец к мушая, ец кахатамщих льет ец. И он говорит, что если не будешь читать Священное Писание, как был деревом, так деревом останешься. Окей, они мамщих. Я продолжаю. Азбакитцер, ануцри маю, шумрим это Песах. Вкратце, христиане соблюдали Песах. Абал ахарках нихна с Константином реформа шилу. Но затем Константин начал свою реформу. Вааса кольменей охразот. И сделал всякие разные права соглашения. Везе ая бешлошевот в 25. Адрея сфера. В 325 году. Абал рак ахарех баим шана יותר меухар. Ая ауд бахур ехат. Но спустя 40 лет был еще один человек. Векорим ло Санта Йохан Кристамус. Это я не могу повторить. Был еще один человек, которого назвали. Святой Йоханан Кристамус. Святой Йоханан Кристамус. Не, не, не. Йоханан Кристамус. Не могу повторить. Это был человек, который написал, что если вы будете продолжать соблюдать еврейские праздники, вы не можете быть в наших церквях, мы вас выбросим оттуда. Сегодня вся сила еврейских мессианских общин в том, чтобы восстановить старые традиции. Бегазе нахну шумрим. Эта Агада, Яшана, Альзе Маше Катух. Именно поэтому мы соблюдаем и сохраняем старую Агаду и проводим такой Север Песок. И что есть в Агаде? Как я уже пытался процитировать Гамлиэле. В Агаде, читая Агаду, нужно соблюдать три вещи. Песок. Лискор Мазе Песок. Вспомнить, что это такое. Мазе Песок. Что это за праздник такой? Мама же научила Мила Песок. Что у него смысл? Вообще, что означает слово Песок? Миновал, прошел месяц. Нахон. Прошел месяц. Песок за боецем ба била литература зеликфоцкаха. В литературном языке слово Песок означает как бы прыжок, перепрыгнуть. Если здесь был еврейский дом, то Ангел перепрыгнул. Пасах. Пасах. Прошел. Поняли? Песах. Лискорше Малах Адонай. Песах. Пасах. Ибо так. Тахон дам. Если ты под защитой крови. Какая кровь есть у нас сейчас? Какая защита крови? Зухрим это, да? Помните? Что нужно соблюдать? Мацот. 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 Почему Мацот? Мацот. Мацот. Повторяй. 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 И третья вещь мы читали в Индии сход 12. «Л'акуй марор». Почему марор? «Ки авдут» — это что-то марор, мемермер от нас. Потому что мы говорим о том, что делать с нашим горьким. И если мы помним, что там, в рабстве, это очень плохо, то что мы делаем? Стараемся соблюдать свою свободу. Сохранить ее. Вы со мной? Именно поэтому ночью на Песах мы говорим, «Спасибо тебе, Господь! Укрепи во мне эти чувства! Если я все еще ничего не чувствую и не понимаю, открой мне!» Именно поэтому. Три вещи очень важные. Рискор. Помнить. Лагидло туда. Сказать ему спасибо, поблагодарить тебя. И сделать этот праздник. Ще Афилу елатеха тискируетзе. Чтоб даже дети помнили это. Кикату в Батура. Потому что написано в Туре. Ще Бен. Ще Абатагидле Бен. Ще Афилу нужно учить своих детьхе. Ще Афилу требаа להгидле Бат. Ще Афилу должны учить своих дочерей. Абата Мама должна учить своих дочерей. Абата Афилу не могут скажите мне, «Ани ло людей хмасуто цей. Я не знаю, как делать. О, «Ани гадалтев беаба». Я рос без отца. О, па Мишпаха шели Ло я наугу ласоют цей. Или в Моей семье не делали это? Это правильно. Абата Алухиха sabe «Бог говорит». И это всегда написано в Священной Педали. Начните! Однажды начните! Неважно, если не все вы поставили или не все у вас получилось Но если вы начали это с верой То Бог может сам дать вам успех и соль с неба и ваша жизнь получит вкус И где во всей истории Иешуа Мессия? Что случилось с Иешуа? Я еще не говорил о нем Вы знаете, Иешуа делает всю эту историю настолько живой и личной что только ради этого кто не верил в него должен в него поверить что он стал пасхальной жертвой и он сказал что в этой истории я больше чем Моисей лету и 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 это происходит очень сильно